На маршруте Самары-Рождественной изменилось расписание движения судов на воздушной подушке, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. В связи с тяжелой ледовой обстановкой на Волге работа судов на воздушной подушке на линии Самары-Рождественной будет осуществляться по временному расписанию, отметили речники. Из Самары первый рейс запланирован в 10 утра, последний в 16.00. Из Рождественной первый рейс в 10.15, последний в 16.15. Заход на проран в 10 и в 15.00. При ухудшении ледовой обстановки движение судов могут остановить. В Самаре площади и скверы украсили к Новому году более чем на 90%. Как уточнили в городской администрации, для установки всех элементов иллюминации, а их около 8.5 тысяч, потребуется еще около недели. Площадь Куйбышева традиционно считается главной. Здесь после четырехлетнего перерыва будет располагаться усадьба Самарского Деда Мороза со сказочными героями, а также семь елочных композиций. Появятся арт-объекты «Щелкунчик» и «Снежная королева», входные зоны с медиамодулями, различные световые конструкции. Утром в понедельник 18 декабря в Красноярском районе 31-летняя женщина-водитель за рулем «Шевроле Лачетти» столкнулась со снегоуборочной техникой. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Самарской области. Автомобилистка двигалась по дороге Красноармейская, Кировский, Павловка. В пути следования на пятом километре она не справилась с управлением и столкнулась с КАМАЗом, который ехал во встречном направлении, уточнили в ведомстве. Женщину госпитализировали. Россияне рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах. Спокойствием в суете может похвастаться только один из трех россиян. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы узнал, какие дела или обязанности больше всего раздражают в подготовке к празднованию Нового года. Самым нелюбимым делом перед Новым годом 14% россиян назвали приготовление праздничных блюд. На втором месте уборка. 8% раздражаются от всеобщей спешки и суеты. 7% от необходимости выбирать и упаковывать подарки. Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 6% россиян. 5% не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 3% россиян. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, а также корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства. Садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников не рекомендуется. Об этом говорят врачи-диетологи. Если похудеть к Новому году не получилось, резко ограничивать себя в еде за несколько дней до новогоднего застолья все-таки не нужно, уверены доктора. Ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем. Если все же хочется немного скинуть вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а не жира. Для этого следует убрать все соленые продукты из рациона и не досаливать еду. Также нужно стараться пить побольше воды, так быстрее произойдет очищение организма. Турция сохранит формат «все включено» в отелях в 2024 году. Об этом сообщил посол страны в Российской Федерации Танжу Бельгич. В стране есть различные типы размещения, «все включено» один из них. Посол выразил уверенность, что отели, которые предоставляют форматы размещения по типу «все включено», продолжат это делать в следующем году. Также он подчеркнул, что многое зависит от отелей. Ранее представители турецкой индустрии туризма предлагали пересмотреть данный формат в отелях, чтобы отдыхающие сами могли выбрать, за какие продукты и напитки они будут платить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok